Тульская область Знаю, что коллеги хотели бы начать с более глобальных вопросов, но нас волнует та проблема, с которой тулики сталкиваются каждый день. Сезон отпусков практически подошел к концу, и Тула встала в пробках. Стоит Советская, стоит проспект Ленина, стоит оборонный выезд на Московского шоссе, Зареченский мост, причем стоит утром, днем и вечером. Проблема пробок в Туле когда и как будет решаться? Это на самом деле очень злободневный вопрос, потому что количество машин у нас увеличивается в области в целом примерно на 10% ежегодно. И сегодня более 630 тысяч единиц автотранспорта зарегистрировано в области. Почему проблема эта возникла сейчас? Она складывается еще из двух субъективных причин. Это ремонт двух мостов на въездах в Тулу. Соответственно, один мост с ограниченным движением, второй просто перекрыт, потому что мы приняли решение, что лучше полгода все-таки потерпеть, чем два года, потом ждать с ограничением по движению. И к ноябрю мост, который ведет на Калужское направление, он будет открыт, и, в общем-то, я думаю, что движение существенно улучшится. Ну и есть вторая субъективная причина – это те масштабные ремонтные работы, которые идут у нас до 1 сентября. Тульский подрядчик должен был завершить все ремонтные работы, но, к сожалению, они не успевают. И, конечно, в рамках организации этих работ есть сужение проездной части, то есть это замены бордюрного камня, в том числе снятие и, соответственно, укладка нового асфальта. Поэтому здесь хотел бы Туликов попросить немножко потерпеть. Я думаю, до 15 октября большинство проблем этих решится. Владимир Сергеевич, вы сами в пробках стоите? Или особый статус? Мигалка помогает? Ну, я очень редко пользуюсь. Мигалка очень редко пользуюсь, а так всегда стою в пробках. Чем занимаетесь в это время? Ну, мне есть чем заняться, да. У меня много работы, поэтому электронное средство массовой информации… То есть власть не ругаете? Власть? Ну, а почему власть ругать? Ну, что здесь? Я, наоборот, с людьми останавливаюсь, они не видят, что губернатор стоит вместе в пробках, вместе с ними. Я машу им рукой, они отвечают улыбками. У нас очень комфортное общение. Все в основном задают вопросы от редакции, а мы решили уступить свое право и дать высказаться туликам. Для этого в августе мы организовали будку гласности. Люди приходили и задавали свои вопросы. Вот, предлагаю вам сказать, что… Будка гласности. До каких пор нас будут отравлять выбросами с химического предприятия «Полипласт»? Просто дышать невозможно. Уважаемый Владимир Сергеевич, просим вас разобраться с Костогорским металлургическим заводом. Над ним постоянно висит облако дыма. Мы боимся за свое здоровье. «Полипласт», «КМЗ», «Оргсинтез». Вот у вас очень много и по электронной почте приходили вопросы по экологии. Ну, хулиганит, да. К сожалению, наши с вами производители, или, скажем, промышленники хулиганят. По «Полипласту» решение судом принято, он остановлен, его деятельность запрещена на 90 дней. За это время они должны привести все в порядок, либо, соответственно, это предприятие будет закрыто в принципе. Там очень сложная ситуация по «Полипласту». Действительно, оказалось, что они злоупотребляют теми возможностями, которые им было предоставлено государству. И если у них для сохранения собственных стоков и отходов было разрешено захоронять их, соответственно, в своих скважинах, то оказалось, что они привозят еще к нам со всей страны отходы. И смесь этих отходов дает очень негативные, так сказать, негативные результаты. И именно поэтому мы обратились в суд, и деятельность этого предприятия приостановлена на 90 дней. Аналогичная ситуация с Косогорским металлургическим комбинатом. Она может быть менее взрывоопасна, но она, так сказать, тоже каждодневная. Косогорский металлургический комбинат обжалует решение Росполезнадзора при остановке. Пока решение, приказ о стоках пока приостановлен. Но в ближайшее время суд будет рассматривать дело по существу. И посмотрим, какое будет решение суда. Мы занимаемся этими вопросами. Перебиваю, я просто сам вырос на Косой горе. Я прекрасно помню эти зеленые, розовые облака. Особенно трогательно, когда идет первомайская демонстрация. Все в белых рубашках, а над ними зеленое облако. Насколько я вижу, ситуация не изменилась больше того. Нам даже приносили на салфетки выбросы графита, которыми Косогорский металлургический завод засыпал в близлежащие дома. Это прямо гранулы графита, их видно. При этом завод еще с начала века, еще граф Толстой, пытался закрыть. Сколько этот завод существует, столько ведут разговоры об его закрытии. У нас нет цели о закрытии завода. У нас цель немножко другая. У нас цель, прежде всего, чтобы предприятие начало выполнять свои природоохранные обязательства. В этом основная задача. На сегодняшний день мы вместе с прокуратурой, вместе с Росприроднадзором по Тульской области, мы очень активно ведем эту работу. Наша основная задача, это не закрыть предприятие. На той же Косой горе работает 2000 человек. Основная задача заставить их выполнять природоохранные обязательства. Мы прекрасно понимаем, что все сразу не решить. Но мы должны видеть динамику. И если по Косой горе мы динамики не видим, то мы и призываем руководство и собственников завода, чтобы они эту динамику нам показали. Потому что по Тулу-Чермету мы видим динамику. Мы видим динамику по новомосковскому азоту. Очень активно они реконструируют свои предприятия. И действительно, природоохранные, экологические мероприятия достаточно существенные. Осень — это не только пора выборов, но и, пожалуй, самая, наверное, горячая пора — работа над бюджетом. Насколько все знают, бюджет этого года социально ориентированный. На Ваше взгляд, каких наиболее значительных достижений удалось добиться в решении социальных вопросов в нашем регионе? — Мне кажется, что, в принципе, тульский бюджет достаточно социально ориентирован, потому что в области проживает очень большое количество пенсионеров. У нас почти 30% населения — это люди пенсионного возраста. И, как кто-то даже пошутил, что Тульская область — это комфортное место для проживания пенсионеров. Ну, в каждой шутке есть золи шутки. Поэтому хочу сказать, что, безусловно, это те обязательства, которые ложатся на бюджет, то есть обеспечение нормальной жизни действительно тех людей, о которых должно беспокоиться государство. Но, с одной стороны, а с другой стороны, мы все-таки должны поддерживать и тех людей, которые создают вот это вот благосостояние области, и тех людей, благодаря которым мы получаем бюджет Тульской области, из которого выплачиваем, в том числе, те социальные программы мы реализуем, которые у нас приняты. У нас много направлений. Конечно, прежде всего, это многодетная семья. То есть по многодетным семьям, я считаю, у нас очень хорошие программы, и очень важно, чтобы эти программы выполнялись. У нас очень амбициозная задача, конечно, по строительству жилья для переселения из аварийного. 368 тысяч мы должны построить за 4 года. Это огромный объем. Никогда область столько не строила. И для нас, конечно, это определенный вызов и концентрация усилий. Но если мы говорим о социальных программах, то мы стараемся, наши социальные программы, чтобы они были реализованы в отношении всех слоев населения. Что мне очень нравится, то, что мы впервые запустили, и на сегодняшний день у нас работают гранты. Система грантов, она очень эффективна в отношении наших некоммерческих организаций, общественных объединений. Они тоже очень разнонаправлены. Это и объединение инвалидов, это и объединение ветеранов, участников войны. И вот эта система грантов, она может быть не очень большая пока сумма, но эта система позволяет организациям совершенно по-другому выстраивать свою работу и более активно отставить свои интересы, интересы своих членов. Владимир Сергеевич, активно обсуждают то, что с 2016 года, возможно, материнский капитал федеральный будет отменен. Вот по поводу регионального. Материнский капитал не постигнет? Нет, региональный капитал мы не предполагаем отменять. Более того, мы предполагаем, во-первых, он индексируется ежегодно. На сегодняшний день он составляет 52 тысячи рублей. Кроме этого, у нас есть еще с вами и муниципальный материнский капитал от 10 до 25 тысяч рублей в разных районах. И, как вы знаете, мы приняли свою региональную программу, это 10 тысяч рублей для всех женщин, для всех беременных женщин. То есть, вне зависимости от беременности, первый ребенок, второй, пятый. Это так называемая программа медицинская, которая направлена на ранний медицинский скрининг и направлена на то, чтобы женщина проросла диспансеризацию и получила свои результаты. Хочу сказать, что за полгода действия программы, чуть больше, чем за полгода действия программы, этой программой воспользовалось почти 7 тысяч человек. И мы во многих случаях даже смогли на ранних стадиях вылечить женщин от тех болезней, которые у них были. И, соответственно, у нас есть надежда на то, что дети будут, соответственно, тоже заброшены. Идет доплата, да, если женщины приходят на ранних сроках? Да, тысячи рублей, да. Вадим Сергеевич, понимаете, это тоже определенная, определенная скрытая форма материнского капитала, но она, скажем, она мотивирует женщин проходить ранний медицинский скрининг. Очень важно, чтобы дети рождались здоровыми. Поэтому, конечно, мамочки у нас на сегодняшний день получают медицинскую помощь, поддержку. И нам же с вами нужно здоровое поколение, правильно? У меня личный вопрос. Два года назад... Личный? Да. Вот такой, скажем, малютихотелика. Два года назад вы были москвичом, теперь вы туляк. Вы уже область нашего объездили пять раз и, скажем, в самые дальние уголки забрались. Я даже больше туляк, чем многие из вас. Да. Я голосую за Богородицкий музей гораздо больше, чем вы. Я тоже голосую. Чем туляки отличаются от москвичей? И можете ли вы сказать, что поняли и полюбили наш край? Специфика региональная, она есть везде. Она даже внутри региона у нас с вами есть. То есть у нас район иногда отличается от района. И мне кажется, люди все любят простые и простые вещи. То есть люди любят, чтобы к ним относились уважительно, чтобы им не врали, чтобы их не обманывали. И когда люди чувствуют, что ты с ними общаешься просто на их языке, то они, соответственно, точно так же относятся к тебе. Поэтому, мне кажется, туляки, люди с богатым прошлым, очень богатым прошлым, очень много ожиданий, потому что действительно предыдущее поколение сделало для области очень много. Но возвращаясь опять же к статистике, у нас за 25 лет мы с вами потеряли полмиллиона жителей. То есть это тоже в чем-то говорит. И это говорит о том, что что-то в нашем с вами королевстве не очень правильно. Поэтому очень важно изменить тенденции, настроение и привлекать людей для принятия каких-то очень важных насочных проблем. У нас как раз есть вопрос от жительницы Ленинского района. Вот такого содержания. Мы же платим налоги. Нам сказали, что теперь в районе будут собирать деньги на общие нужды. Ремонт дороги, например. На каком основании? Объясню. Есть вот тот бюджет, который есть у нас и у муниципальных образований. Этот бюджет, он ограничен. Ну, например, бюджет Дорожного фонда Тульской области составляет чуть больше 4 миллиардов рублей. Но чтобы привезти все дороги в области, соответственно, нужно 50 миллиардов. Ну, то есть, посчитав, понимая, что примерно 10-12 лет нужно, чтобы привезти все дороги в нормативное, нормальное содержание. Поэтому, конечно, мы определяем эти деньги, прежде всего, по тем направлениям, которые наибольшей интенсивности. Там, где проживает большее количество людей. Там, где дорогами пользуется большее количество жителей. На оставшиеся дороги у нас денег нет. Поэтому нам показалось, что будет справедливо, если мы 300 миллионов рублей в рамках народного бюджета выделим для решения самых насущных вопросов. От ремонта дорог, в основном, это ремонт, конечно, не идет речи о ремонт трасс, а прежде всего, конечно, это сельские дороги. От ремонта дорог до ремонта кровель, коммуникаций, благоустройства и так далее. Это вот самые насущные проблемы жителей. Но здесь принцип должен быть такой. То есть, мы финансируем 65%. Еще не меньше 5-8%, 5% для сельских территорий, и 8% для городских должны финансировать жителей. Суммы небольшие. То есть, если хотите сейчас, проявляйте активность, скидывайте и получите сейчас. Да, но всего-то 5%. Это не так много. То есть, если у вас средний ремонт кровли, это миллион, миллион двести тысяч рублей. То, что я в среднем говорю. То есть, от жителей требуется 50-60 тысяч рублей. Остальное финансируется бюджетом области, бюджетом муниципального образования и, соответственно, спонсорами. Почему нужны еще в том числе и спонсоры? Очень важно, чтобы, так сказать, люди, которые готовы помочь своим территориям, это люди в основном активные. Это те люди, которые готовы взять на себя ответственность и начать, может быть, даже контролировать в какой-то степени власть. И наша основная, мы же все говорим, мы хотим контролировать власть. Ну хорошо, вот мы даем вам инструментарий по контролю за действиями власти. Реализуйте. Мне кажется, это справедливо и, на мой взгляд, это будет эффективно. Ну и потом этих денег никогда не было у жителей. Мы же даем это дополнительно. И в рамках тех проспорций, которые есть, соответственно, 300 миллионов наши, еще 200 миллионов муниципального образования, жителей и спонсоров. То есть полмиллиарда это существенные деньги, которые жители могут начать тратить. При этом мы хотим, чтобы жители больше были вовлечены в управление своим муниципальным образованием. Что тоже, мне кажется, и справедливо, и правильно. Но мы свое право задать вопрос уступаем жителям. Опять мой доктор. Владимир Сергеевич, хочется узнать, когда же перестанет дорожать кварплата, газ, свет? Народ, невозможно платить просто такие суммы. Когда мы будем жить нормально, как все люди живут? Вопросов про тарифы было очень много. И опять на электронику приходили, и люди приходили, чтобы записать его. Да, вопрос на самом деле очень сложный. Сложный он потому, что он опять во многом экономический. И во многом основная стоимость услуг ЖКХ – это потери, которые жители фактически оплачивают. И потери, которые есть в сетях из-за того, что они просто очень сильно изношены. Есть объективные, есть субъективные обстоятельства. Объективные обстоятельства, они тоже известны. Это рост стоимости естественных монополий, услуг естественных монополий, это и стоимость электричества, стоимость газа. Но здесь мы в области не выделяемся. Мы держим четко обозначенное федеральным правительством 12-15%. Если по электричеству у нас 12% произошло подорожание, и 3,36 рубля, 3,36 копеек стоит киловатт в городской черте, и 2,26 соответственно на селе, газ у нас увеличился. Тоже в рамках обозначенных процентов не более 15%. Но есть еще очень важный момент, что мы вместе с жителями должны научиться управлять своим жильем. К сожалению, очень много потерь и правонарушений, потому что я называю это как раз именно правонарушением, когда управляющие компании завышают стоимость своих услуг, а фактически эти услуги не оказывают. То есть это фактически мошенничество. И вот здесь, конечно, нам нужно вместе с жителями, жители снизу и сверху, мы должны создать такие условия, при которых управляющие компании должны работать понятно, прозрачно, эффективно. Но здесь в каждом случае есть своя, конечно, история. Вы же верите в то, что народ пойдет навстречу власти. Вы же помните, какие были проблемы, когда шел передел рынка управляющих компаний в Туле. Сколько говорили, собирайтесь на многоквартирные собрания, на общедомовые, решайте, какая у вас управляющая компания. Мы видели эти собрания. Три человека стоят у подъезда, перед ними человек с папкой, что-то рассказывает про управляющую компанию, идущих к ним и просит присоединиться к разговорам, говорит, у нас футбол, извините. Реально ли это? До тех пор, пока человек не научится управлять своим имуществом, мы сверху этот вопрос не в состоянии решить. А как жителям снизу? Снизу, а здесь мы как раз готовы совместить. Почему? Что значит сверху? Потому что у нас еще около 20% имущества, которое не приватизировано, поэтому собственником является муниципалитет. Поэтому муниципалитет политически заинтересован в том, чтобы управляющая компания, которая обслуживает тот или иной дом, она была эффективна. Я хочу сказать, что у нас есть нормально работающие управляющие компании, где дают понятный отчет жителям, на что тратятся деньги и так далее. Не всегда эти суммы низкие, потому что иногда они выше среднего, но жители довольны за те платежи, которые они осуществляют, потому что они реально видят, в каком состоянии их содержат. Подъезд, прилегающую территорию, у них всегда теплая вода, горячее водоснабжение, всегда есть электричество, то есть проводятся лифты в рабочем состоянии, проводятся их эксплуатации, ремонт. Это же вопрос в этом. Что касается самого роста тарифов, мы выбрали немножко другое направление. Основная наша задача – это рост реальных доходов населения. И вы прекрасно знаете, что мы заключили трехстороннее соглашение с профсоюзами работодателями, где обозначили минимальный уровень заработных плат. И вот с 1 августа у нас уже 7,5 тысяч рублей минимальная заработная плата для бюджетной сферы и 10 тысяч рублей минимальная заработная плата для коммерческих организаций. Поэтому здесь мы, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы рост реальных доходов населения опережал те объемы платежей, которые они на сегодняшний день платят за коммунальные услуги. И еще один очень важный момент. Те люди, которые в совокупном доходе, которых оплата за жилье превышает 20%, те люди имеют право на субсидии. Даже не 20, извините, а 18%. Поэтому у нас-то большая категория граждан получает подобного рода субсидии. Она счисляется десятками тысяч человек. Есть определенная процедура, то есть заявительный характер, необходимо представить определенного рода документы, но люди такие субсидии получают. Средние субсидии на квартиру это примерно 1200 рублей. Вернемся к управляющим компаниям. Вот таких вот нормальных больше в Туле или все-таки в районах, которые работают хорошо, людей не обманывают? Есть и в Туле, есть и в районах. Есть очень неплохие управляющие компании в Новомосковске, действительно неплохие. И по мере роста благосостояния, в принципе, этот рынок, он тоже, ну, как-то немножко оживает, да. Потому что, но при этом мы хотим, чтобы платежи за предоставленные услуги были для граждан прозрачными. Именно для этого вот мы формируем свой расчетный центр областной, который будет окрашивать деньги. То есть, если это деньги, так сказать, газовиков, тепловиков, значит, это деньги идут им. Если это деньги энергетиков, значит, идут им. У нас, к сожалению, есть районы, которые выделяются в этом смысле в худшую сторону. В Киреевском, извините, в Узловском районе очень большая задолженность за тепло, больше 100 миллионов рублей. Ну, компания встает на банкротство. Соответственно, дальше, так сказать, в рамках банкротства компания ликвидируется, появляется новая, но энергетические газовики свои деньги не получают. А так не бывает, они же услугу оказали. Поэтому здесь вот наша основная цель сделать, навести порядок. Очень непросто это идет, но идет. Вас критиковали за вашу кадровую политику, вы увольняли чиновников и брали на работу в правительство. И берете на работу младых людей, скажем, без опыта работы. Вот программа «Народное правительство», которую вы запустили, когда, в принципе, каждый туляк может заявить о себе. Как вы считаете, такая кадровая политика оправдала себя? Нашлись ли какие-то самородки? Можно даже с фамилией. Ну, на мой взгляд, кажется, да, есть очень эффективные люди. Есть, ну, могу даже вот несколько, может быть, фамилии назвать. Шерин Валерий Витальевич, очень, на мой взгляд, эффективный руководитель, понятный, прозрачный, так сказать. И мы понимаем, что он делает. И действительно, у нас становится все больше и больше порядка, в том числе управление земельными ресурсами. У нас 1300 договоров, эти договора были бессрочные. То есть, договоры были заключены 15-20 лет назад и не перезаключались. У нас есть вообще смешные ставки, когда люди платят 500 рублей за, там, 50 соток земельного участка аренды земли, да, хотя кадастровая стоимость его, там, несколько миллионов рублей. Ну, то есть, совсем смешные вещи. Что касается кадровой политики, вы знаете, я, в общем-то, не боюсь вот этой критики. По-моему, даже вы писали, что в Библии сказано, да, что если дерево не плодоносит, его надо вырубить и посадить новое. Поэтому принцип такой же. Люди же устают. Работа чиновником, она, на самом деле, очень непростая работа. Она гораздо сложнее, чем работа в бизнесе, чем работа политикам и депутатам. Вот привести пример того же Дениса Бычкова, министра образования. Вот ему сложно работать после работы депутата, ну, у него, ну, он старается, прилагается. Это он единственный министр, который в прямом эфире дал свой мобильный телефон. Чувствуется политическая инерция. Да, нет, ну, не инерция, а, может быть, политическое безрассудство, наверное. Нет, ну, на самом деле, вы знаете, вот, жители очень, вот вся моя электронная почта, она вся известна, и жители очень, есть, которые злоупотребляют, безусловно, правом, что называется, надоедать. То есть вы действительно признаете, что есть такие? Ну, есть, потому что... Есть разнарядка, что в обязательном порядке тульские чиновники должны отвечать на обращение в Твиттере. И есть мнение, что это сильно тормозит их работу. Ну, вы знаете, если тормозит работу, идите работайте в другое место. Ну, а как? Ну, что делать? Если у людей, понимаете, люди же, когда человек уже пишет, то есть действительно у него, что называется, наболело. Иногда, к сожалению, используют средства массовой информации для того, чтобы выяснять между собой, что такое они друг с другом иногда обсуждают, при этом ставят в копию меня. Ну, бывает такое, но ничего страшного. Давайте же мы дадим возможность задать вопрос туликам. Да. Уважаемый Владимир Сергеевич, у меня к вам такой вопрос. У нас на Московске существует ледовый дворец, а мы, живя в областном центре, не имеем возможности сходить с детьми покататься на коньках, отдохнуть, сделать какой-нибудь активный отдых. Скажите, пожалуйста, когда у нас тоже появится такая возможность? Спасибо. Вопрос про спор. Вопрос про спор, да. Это, кстати, очень хороший вопрос. Я хотел бы здесь похвалить наши районы, потому что у нас районы активнее, чем муниципальное образование Тула занимается спортивным строительством. Вот Ефремов мы строим спортивные объекты, в Новомосковске в сентябре мы будем сдавать, в Суворове, в Олексинском районе, в Венюе, то есть они более активны, нежели Тула. Тула, он более громоздкий. Менее олимпийский. Нет, почему? Мы все-таки стараемся спорт развивать в том числе и в столице нашего региона. Хотя здесь во многом зависит, конечно, от энергетики, эффективности самого городского управленца. Город, во-первых, более обеспечен, чем районы. И, конечно, здесь инициатива в большей степени за ней. Что касается Ледового дворца, то у нас запланировано строительство Ледового дворца в Туле по программе «Газпром детям». Даже мы сформировали земельный участок, но из-за того, что вот видите, многие управляющие компании, к сожалению, не платят из-за газ. Да, как вы хотите. Именно поэтому. А вы как хотите, конечно. Компания «Газпром» серьезная компания. Если мы хотим, чтобы компания вкладывала в нашу... То есть, в пространчившемся регионе не будут строить? Нет, не будут. А вот скажите, мы построили за два года 50 спортивных площадок «Газпром детям». За 20 лет до этого, почему никто в Туле не строил подобного рода площадки? Их были единицы. Три или четыре площадки на всю область было. А мы построили за два года 50. Зато получается, что мечты сбываются в тех регионах, где вовремя платят. Мечты сбываются там, где люди оплачивают услугу и им предоставлены. И это нормально. Понимаете, нельзя сидеть и ждать, что вот там. Нам только должны. Нет, такого быть не может. Если мы забрали газ, значит, мы должны за него заплатить. Если по какой-то причине кто-то не заплатил, надо разбираться причиной. Объективно или субъективно. Послушайте, но газ же кто-то, деньги же за газ кто-то получил. Давайте разбираться, кто получил. Жители же здесь не всегда виноваты. Ну, не факт. Это у нас нет. Это же вопрос. Мы возвращаемся опять к вам с вами, к политическому вопросу, к выбору местного самоуправления. Кто у нас основные должники? Муниципальное образование. Почему у них возникают эти задолженности? Может быть, потому что не очень радивые чиновники? Может быть, небольшой контроль со стороны жителями за управляющими компаниями, за мопами? Ведь очень часто мупы должники являются, в том числе за тепло и за газ. Часто депутаты, за которых голосовали, возглавляют мупы? Часто депутаты. Более того, некоторые депутаты даже берут у нас площадки, вступают в 185 закон, а потом эти бросают площадки. И нам в экстренном порядке приходится достраивать. У нас есть пара таких депутатов в областной думе. Потому что, наверное... Перед выборами мы огласим весь список. А нам пришлось из трех районов за этих депутатов достраивать. Это Кимовский район, где мы с вами были, Узловский район. То есть, просчитать нетрудно. А? Просчитать нетрудно. Да, люди при этом получили 30% аванса, начали работать, потом бросили и все. Поэтому с дворцом ситуация очень простая. Мы будем договариваться с «Газпромом», чтобы все-таки стройка начиналась в следующем году. Мы ориентируемся на следующий год. Кроме этого, у нас есть еще два инвестиционных проекта по строительству ледовых площадок. Это не дворцы все-таки, а ледовые площадки. Потому что то, что мы договорились с дворцом, это действительно дворец, который будет включать в себя не только лед, это будет включать еще два тренировочных зала и бассейн. Поэтому это комплексное мероприятие. Мы земельный участок сформировали, коммуникациями обеспечили. Сейчас будем с ними договариваться дальше. Если нет, значит будем что-то включать в рамках своих региональных программ. Что касается вообще спорта, важный вопрос. У нас 14 объектов строительства на 3 года до 2016 года. В принципе, мы пока идем в хорошистах и по своей программе практически все, за исключением, вот Венев у нас задержка есть, проблема с проектом была. Мы выполняем. Соответственно, если мы будем более эффективны, мы будем претендовать на увеличение с 14 до 22 объектов. Я думаю, что 22 объекта и основное, это, конечно, плоскостные сооружения. Вот 50 площадок «Газпром детям», 40 площадок у нас, в том числе компания «Тульские городские электросети» помогает нам реализовывать мини-стадионы. И мы посмотрим, может быть, мы еще дополнительно что-то предусмотрим. Самое важное для нас на сегодняшний день – это массовый спорт. Детские площадки, которые я ставлю, потом площадки по воркауту, мини-стадионы при школах. Вот поверьте мне, если мы создадим массовые места для занятия спортом, то у нас уже во многом мы снимем те проблемы, которые у нас есть, в том числе проблемы улицы, наркотиков, алкоголизации общества. Те проблемы, которые нам нужно решать на более длинную перспективу. Владимир Сергеевич, ну говоря о спорте, наверное, нельзя не вспомнить о футбольном клубе «Арсенал». Для нас он стал, наверное, настоящим символом возрождения регионального спорта. И радуясь его победы, многие задаются вопросом, а что будет с клубом дальше? Какой вы видите судьбу команда? Судьба команды, она зависит, прежде всего, конечно, от команды. И действительно, до недавнего времени «Арсенал» у нас одерживал победы. К сожалению, мы потерпели первое поражение. Но ничего страшного. Без поражения нет побед, как говорят. У нас и формы полосатые. Ну, мне кажется, ничего страшного. Иногда нужен холодный душ для того, чтобы еще раз собраться и двигаться снова вперед. А Дмитрий Оленичев действительно смог создать команду из спортсменов, ну, скажем, из простых ребят. В основном у нас спортсмены второго дивизиона. Несколько, может быть, единственное, наверное, Савина у нас. Прожила. Ну, да, наверное. Ну, один-два. Но основная история, которую мы хотим, это все-таки, чтобы это был российский клуб, чтобы это были минимум, привлеченных иностранных спортсменов, чтобы это в большей степени были российские спортсмены. Мы хотим, чтобы футбол был в Туле. Мы хотим, чтобы команда, конечно, мы готовы к тому, что команда выйдет в Премьер-лигу. Мы к этому готовы. Вот очень важно, чтобы у команды хватило задора, хватило сил, энергии и, самое главное, командного духа, чтобы, так сказать, победить. Но впереди еще много игр, поэтому у нас с Арсеналом пока все идет по плану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова